ребята доброе утро сейчас буду завтракать не знаю еще чем с утра сделал вафли ой панкейки детям вот думаю о себе сделаю панкейки они съели с шоколадом и ели с чем еще с кубникой я себе сделаю филадельфии авокадо сейчас еще кофе очку сварю сегодня у нас у юр день рождения но он уехал на работу почему ехал знаете на колесе на своем вот там вообще-то дождь был не знаю высохла уже или нет ну вот такая примерно дорога вот смотрите мои гиацинты все полегли они тяжелые видимо на всех не хватает у меня поддержки как говорится ничего я думаю может быть их уже стоит срезать и поставить вазочку будут достаивать свой жизненный путь а мои розочки все еще стоят они немножко уже начали вянуть но как бы неплохо еще некоторые даже исключительно выглядят в общем мы там особо не отмечаем день рождения потому что как говорится 40 лет не отмечают вот но все равно я что-нибудь на ужин приготовлю может быть рыбку сделаю что-нибудь такое торт у нас помните еще да есть вот так что вечером посидим чисто семейным кругом вот поедим торт что-нибудь на ужин вкусненькое тоже покушаем вот так и отметим подарим подарок папе но это вот все будет вечером сейчас чем-нибудь займусь помимо завтрака а у меня еще монтаж короче говоря мне еще дел много вот такой у меня сегодня завтрак я пока то себе порезала сейчас намажем сырочком панкейки и позавтракаю приятного всем аппетита кто тоже завтракает вы еще помните мои аморелисы они просто обалдели смотрите вот вылез вот здесь вот у него растет здесь я отрезала вот этому только что тоже отрезала но посмотрите еще растет это тоже раскрылся и вот еще растет у него что-то еще вот здесь какой-то отросточек в общем вот мы когда их купили где-то в конце в 20 числах декабря и вот сейчас уже середина марта смотреть что происходит я не поливаю ничего не делаю что за жидкость там внутри такая волшебная вообще не представляю но она работает и они цветут и цветут красотища просто девочки мальчики решила сходить пешком магазин мне нужны зеленые яблоки хочу сделать себе на обед музея зеленый помните я купила сельдерей шпинат а яблок зеленых в костках всегда нету еще хочу купить рыбки свежие чтобы вечером приготовить так что пойдем в трейдер пешком по дороге зайду еще в коллс кое-что посмотрю и вам покажу у нас сегодня весь день смотрите какая погода вроде бы солнышко вышло но такие тучки будто вот-вот будет дождь но у дождю я не готова вышла нету ни зонтика ничего так что надеюсь успею до дождя вернуться обратно почти дошла до коллс то я хочу посмотреть джинсы у меня оказывается всего одна пара джинс этим джинсом уже сто пятьсот лет хочу обновить себе джинсы и хочу светлые они мне темно я хочу светлые но светло-голубые вот и вспомнила что в коллс тут много всяких брендов одежды и кажется ливайс тоже есть по-моему последний раз на у меня ливайс и модель мне нравится но хочется уже обновить ну ты слоги застрите прикольные джинсы кстати мой размер двадцать девятый сколько стоит сорок восемь долларов но они такие правда как бы широкенькие но интересно у них очень такая вот пояс интересная посадка это надо мерить чтобы понять насколько они не подходят такой фасон эти с какой-то такой резинкой 30 долларов всего стоит но это кажется скинни или что-то такое джиггинс у меня такие похожие были для беременных джинсы здесь еще каких-то куча джинс санома 20 долларов стоит что ли но они с какими-то а это короткие или нет кажется это короткие джинсы где они висят а вот наверное вот эти ну да это как шорты джинсы так еще хочу вот эту такую курточку нибудь я купила платье не подмен нужно такая вот похожая курточка только не знаю какого цвета может вот такого ладно это потом решу джинсы найду сейчас так левайс вон левайс вижу нет я вот смотрю здесь кажется это джинсы надо раскрывать их видимо смотреть потому что по-другому не увидишь что это такое вот левайс джинсы но этот большие 31 сколько а 60 долларов стоит ну да это небольшие все видимо это остатки какие-то вот 30 минут тоже знаете такие а бойфренд вот такие бойфренд стайл а кто-то за шорты что-то прям с джинсами как бы особо то дырками особо не разбежишься честно говоря взывает мне вернее три пары джинсы в первой мере они конечно немножко большевают потому что 30 размеры видите как они еще тянутся как-то мне очень нравится как они сидят они все-таки какие-то в складку но тут они такие знаете стараются хочется конечно более классические так цвет неплохой но большие а размера моего нету вот эти сидят лучше но вот эти подстрелянные ноги отрезанные как-то вот мне не очень нравится а так они сидят лучше цвет тоже хороший но короче но как-то не знаю вот эти по моему самые удачные они сидят хорошо и совсем большие можно размер чуть меньше взять и вот это вот все пропадет а вот а так прям сзади неплохо и они прям прямые совсем без всяких там особых складок единственного мне кажется они должны быть чуть подлиннее вам не кажется потому что я боюсь что у наших этих машинных сушках постирали что они сядут и будут прям короткие честно посмотреть может быть у них там есть подлиннее такая же модель потому что так вот они мне показать так они мне кажется ну не плохие мне кажется вот цвет конечно совсем тот который я хотела я хотела конечно больше вот такого какого-то цвета но но модель мне нравится посмотреть что это за модель может там есть другие цвета смотрите какие я нашла это не левайс это какая-то горя вандер сил что ли короче сидят отлично мне кажется цвет хороший длина нормальная видите внизу даже немножко собираются потому что если они сядут чуть-чуть ну и вообще как бы да даже с какими-нибудь каблучками будет хорошо я уже нашла свой размер поэтому 7 лучше чем те они правда сейчас все такие стретчи эти джинсы но так вроде бы ничего очень удобные то есть в них комфортно двигаться и по моему стоит всего 25 долларов сейчас они 40 стоят но не скидкой они сейчас 25 мне кажется очень неплохой вариант в общем я решила эти джинсы взять вот надо подумать как думаете так вот не знаю на камере может быть не как-то не так смотрится вживую очень неплохо смотрится у них правда такая высокая очень посадка у меня прям чуть ли не до груди вот но зато наконец будет не страшно что что-нибудь будет видно вот такой вариант в общем я решила эти джинсы взять сейчас покажу вам точно фирму вот такая фирма и глория ванду вандар build первые гит intensely джинсы оригинал дизайн короче говоря придуманы в америке уж не знаю правда или нет сейчас посмотрим сколько будут стоить в общем они получились 25 долларов 24.99 и 2.28 налог 27-27 получились. Классное число. Я вроде довольна. В смысле, еще поношу, посмотрю. Но думаю, все будет отлично. Иду в трейдер, а тут такие красивые деревья. Посмотрите. Прелесть, правда? И вот так у них вдоль всей дороги меня будут сопровождать. Дошло до трейдера. А тут, как всегда, столько цветов. Смотрите. Красота. Как думаете, Юре подарит цветы? Наверное, это не лучший вариант. Смотрите, даже у Маки есть. Красиво. Ой, а это Фрезии, да? Или что это? А, нет, это Нарциссы. Красиво, красиво. Нарциссы стоят 2 доллара. Там, зеленые яблоки есть вот такие. 69. Это штука. Надо поискать в пакете. Вот они. Те же самые. 2,29. Слушайте, сегодня покрупнее они, чем обычно. Сейчас какой-нибудь пакетик выберу. Это за 2 фунта. Так, рыбку я, наверное, возьму без кожи. Типа такое. А на почем? Что было в джекте? А, наверное, цена здесь. По 9,99. И вот такой кусочек стоит 9,24. Ну, по-моему, нормально. Сейчас какой-нибудь выберу. Несколько штук. Какой-то интересный хлеб появился. Ирландский. Дрожжевой, наверное. Или закваски. Сейчас же 17 марта будет день Святого Патрика. Вот, видимо, приурочено. 4 доллара стоит. Так, мне еще нужна сметана. Сметана, сметана, где она? В общем, взяла сметану, рыбу и яблоки. Пока что мне хватит. Сейчас тащить надо все. Так, ну что, я зря ходила, что ли, за яблоками. Сделаю смузи. Возьму одно яблоко, пару стебельков сельдерея, шпинат. И для жидкости налью миндальное молоко. Все это сейчас вот я вот в блендер вот этот вот постругаю. Наверное, много будет. Ну, ничего, я, наверное, в какой-нибудь контейнер его перелью. И оставлю для Юры тоже. Музыка Что хотела, сюда добавить немножко меда для сладости. Тоже нет ни банана, ничего. Чуть-чуть добавлю меда. Еще не все перемешалось. Вот, достаточно. Сейчас домешаем. Ну что, вот такое вот у меня получилось. Кстати говоря, получается вот остаток вот такой вот. То есть, стакан ровно, ну, чуть-чуть еще с остатком. Напиток широко. Сейчас попробуем. Густой. Но практически не сладкий, вкусный. Чувствуется сельдерей и яблоко. Шпинат особо не чувствуется. Поэтому, чтобы еще, знаете, что-нибудь холодненького, льда какого-нибудь. И вообще отлично. Очень полезный, здоровый напиток. Рекомендую. Грею духовку. Сейчас буду запекать картошечку, рыбку. А потом на сковородке сделаю спаржу. Так, спаржу тоже на подходе. Я ее уже посолила. Жарю я на сливочном масле с маслом авокадо вместе. Так. Сейчас я еще сахарочку добавлю. Пока немножко она пожарится. А потом добавлю сахарочку, чтобы она карамелизировалась. Так, я решила проверить, как тут наш торт поживает. Вроде ничего. Все хорошо с ним. Он пропитался. Но такой здесь довольно еще плотненький. Все равно. Сейчас я его украшу клубничкой. Будет красота. Так. Вот так я украсила. Не знаю, как там видно, не видно. Вот. Красота. Я думаю, красота. Это все, на что я способна. Максим добылся. Овечки. Молодец. Так. Мы идем папе дарить подарок. Давай. Пошли. Та-дам. Мы решили, что... Все-таки это сделала. Мы решили, что со всем семейством из Алматы решили, что тебе пора начать пользоваться чем-то более продвинутым, чем, как это называется, с тонками. Вот. С днем рождения, папочка. Спасибо. Ну, ты попробуешь, потом нам скажешь, как тебе. А вдруг тебе не понравится. Однодневная щетина как раз выросла. Да. Все, давайте садиться ужинать. А то мы это... А ты тоже за этим пришел, да? Что это? Что это, Вова? Как ты думаешь, что это? Вот, посмотри, что это. А, это шейли? Да. Это шейли. Да, да. Такой у нас прекрасный сегодня ужин. Какое у нас сегодня будет вино, Юрий Алексеевич? Испанское. А мы, кажется, пили такое, да? По-моему, неплохое было. Да. Давай. С днем рождения, папочку. Дети, вы присоединяетесь? Ура! В любого! Я ничего не иду. Ну, так жал бы сок. Ну, ладно. Папочка, желаем тебе, чтобы ты, главное, был здоров. Вот. Все остальное, мне кажется, у тебя прекрасно получается. Мы постараемся тебя беречь. Я, в частности, дети в особенности. Спасибо. Вот. Постараемся делать тебя всегда счастливым, довольным. Да? Мы тебя очень любим. Спасибо. Даша, слышишь? Даша, слышишь, да? Ну что, будем зажигать свечки? Угу. I'm going to. Вот, вот, нет, Алекс, вот. Вот, there it is. Да, все? Давай, да. Так, давай, сталь. Папа сам себе зажигает свечки. А так нельзя? Можно. You know, you can realize candles by... Like lighting the smoke? Well, it's actually true. It works. Давай, Аликс. It's going to turn off the lights. Ага, точно. Давай. Осторожно. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear daddy. Happy birthday to you. У-ху! Now, go out the candles. Да. Загадай желание. Да. Мир во всем мире. You've been practicing for 40 years. Ух ты! Да будет мир. А Леша сейчас будет сто пятьдесят раз зажигать. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. We light the smoke, we light the smoke. Или что? No, not there, like in the smoke where it is. А, давай пробуй. Не работает. О, да. Оно загорелось. Давай еще раз. Серьезно? Ну-ка. А, подожди, я не губернулся. Давай. А, я иди. Давай, давай. Пусть она погорит чуть-чуть, чтобы было. Давай. Чтобы было много смока. Ух ты! Да, сомневаюсь. А, Леша насмотрелся интересных роликов. Смотри, видишь, как далеко я был? Ух ты! Вы видите, да? Можно мне попробовать нажать? Без прикосновения к сетелечку загорается. О. Это просто новый хэк. Ты надо держать. Давай, не надо. Можно мне? Да, сейчас у нас сработает, а надо начать пожарная сигнализация. Надо вот это держать, я поэтому тебя держу. Ты нажимай. Давай. Я могу? Нет. Да он сможет смех. Надо сильно держать вперед. Угу, давай. Тяжело, да? Надо держать. Еще раз щелкни. Да, выше, выше. Чуть дальше. Смотрите, что Леша сделал. Что это, Алексей? Скажи нам. Это, как это называется? Роллер-костер. Как на русском называется? Американские горки. Американские горки, да. Видишь, проектирует. Роллер-костер. Then, like, we have been one. Вот отсюда начинаем. Well, I didn't mean to add the loop-de-loop. А, ты не сделал специально это такое... Восьмерку? Восьмерку? А, ты не сделал специально это такое. Восьмерку. Восьмерку? Понятно. Это они на предмете арт. Они там рисуют, проектируют. В общем, вот Лешина изобретение. 3D-модель роллер-костера. Юрий решил открыть подарок. Еще бы. А тут, кажется, надо было вот так вот оторвать. Ну, оно проще. Окей. Пролезать. Кажется. Коробка в коробке. Боже мой, смотри. Видите, целая карабинция. Вот надо же было. Она не помялась. А, наверное. Понимаю. Вот, вот здесь. Надо провязать тоже. Да, видимо. Короче, со всех сторон надо провязать. Не, вот здесь видно, что заклеено, Юрк. Здесь вот видишь скотч. А, ну да, все так только открывается. А, нет. Это была, ну ладно, все уже. Это была ошибка. Да. Подожди, там с той стороны тоже отрежь. А, нет, значит, нормально. Все нормально. Ну, конечно, оригинальная покупка. Так. Окей. Угу. Инструкция. Так, что-то валяется. Интересно. Она, видимо, так и идет, такая маленькая. Маленькая. Да. Это travel case. Так. Это зарядка, наверное, да? Зарядка, да. Где самобритва-то? Это для очистки, видимо. Наверное, да. О, у вас поменяющаяся. Так, это док. А где самобритва? Она, наверное, в чехле. А, наверное. Вот. Работает? Нет. А, подожди. Подержать, наверное. Пережар, а где-нибудь надо что-нибудь? В общем, нужно читать. Ничего не понятно. Может быть, просто нужно же зарядить сначала. Или, может быть, надо где-нибудь что-то нажать. Еще. Ну, я только две кнопки. В общем, давай инструкцию изучать. Слушайте, она вообще такая легкая. Мне кажется, классная. Вот, смотри. Говорится на эту кнопку нажимать. На какое? Ну, две кнопки по включению. А сколько держать? Нисколько не держать. Ну, значит, она разряжена. Да, наверное. Скорее всего. А вот здесь вот сзади что? А, слушай, тут еще какие-то есть вот эти зубчики. Это контакты для зарядки. Вот, да? А, вот это? Нет, вот. Это пример, да. Да. А как то, он вытаскивается, да? Я думаю, это про вот эти. Нет, эти, понятно. В общем, технология. Ну, она такая. Она вот здесь вот резиновая такая она, не скользящая. Приятно держать руки ее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова